Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы переходим к теме безопасности, это уже по традиции завершающая тема, хотя тут завершающая это как на концертах Headliner – самый заслуженный коллектив. По безопасности, как ни странно, угроза номер раз – это пароль от админки у регистратора, который будет заполучен злоумышленником, может наделать серьезных бед. Максимально сложный хранить как зеницу ока, все средства защиты аккаунта, двухфакторная аутентификация, выборочные IP – включайте. Тем более, что вам в админку после прописания нейм-серверов, возможно, больше возвращаться не придется. Второе по опасности – это забыли продлить домен. Ставьте лучше автопродление. Третье – регистрация на левого персонажа. Еще раз, в случае с НКО лучше регистрировать на организацию. В остальных случаях – по ситуации. Но точно не на админа, веб-разработчика, ну типа кто-то у нас сейчас сайтом занимается, пусть зарегистрируют нормально. Нет, десять раз подумайте. Дальше уже начинаются технические угрозы. Ну или, не знаю, технические меры по обеспечению безопасности. Начнем с SSL-сертификатом. Он находится на грани между, собственно, доменом и хостингом, но так как получают его для домена и привязывают к домену, к домену его и отнесен. Хотя сам сертификат нужен для шифрования трафика, а значит относится скорее к хостингу. Трафик шифруется на сервере и расшифровывается у пользователя. И вот гарантией аутентичности процедуры как раз и является SSL-сертификат. У меня есть целых два скринкаста о том, что такое SSL, ссылка в описании, там я рассказываю о подключении HTTPS через Cloudflare. Но с тех пор мнение мое несколько поменялось. Я советую пользоваться бесплатным сертификатом от Let's Encrypt. Покажу как его получить и подключить у хостинг-провайдера. Вам нужны соответственно домены. Вот кстати по свельте пишут, что установлен SSL от Let's Encrypt. А по заказ иконы видите нет. Исправляем. Значок SSL. Let's Encrypt как раз на первом месте. Также здесь можно заказать платный или установить в случае, если сертификат у вас уже есть. Но мы выбираем бесплатный сертификат и здесь нужно указать все под домены, что у вас есть. У нас он только один. Пишут, что на выпуск может уйти до двух дней, но это они явно перестраховываются. Мне кажется часа через два на почту пришло письмо, что сертификат выпущен и установлен. Вот такой щит появился у домена и под доменой при переходе. На сайт он пишет не защищено, потому что сейчас мы идем по HTTP. А если перейти по HTTPS, то он пишет, что это сайт, которому можно доверять. Дальше надо провести ряд манипуляций с самим сайтом, в частности настроить редирект на HTTPS. У меня об этом есть скринкаст, ссылка в описании. Единственное, если вы впоследствии заведете под домен, например, donate заказ икона ru, то на под домен SSL сертификат установлен не будет. В случае перехода на этот под домен мы попадаем на сайт, все нормально, но по незащищенному протоколу. А если попробуем перейти по HTTPS, то получаем вот такое. И если у вас настроен редирект на HTTPS, то на сайт вы попасть вообще не сможете. Поэтому при заведении под доменов вам нужно перевыпускать всякий раз новый сертификат. Благо делается это просто вот так. Let's Encrypt бесплатный SSL сертификат, но ему вполне можно доверять. И если у вас не крупный корпоративный сайт типа Сбербанк.ру, можно и не смотреть в сторону платных сертификатов, по крайней мере, некоммерческим организациям я вполне рекомендую Let's Encrypt. Единственное, далеко не у всех регистраторов доменов есть бесплатные Let's Encrypt в услугах по умолчанию. В том числе потому, что рынок сертификатов весьма прибыльный, цены в пределах 30 тысяч в месяц — это не самое высокое, что есть на рынке. Но у хостинг-провайдеров Let's Encrypt часто включен в число базовых функций. Один из критериев, кстати, выбора хостинг-провайдера для вас. Если вдруг у хостинг-провайдера нет такой услуги и вы не хотите его менять, в принципе, можно установить Let's Encrypt самостоятельно. Я бы не сказал, что это очень сложно, но все-таки я бы советовал вам искать провайдера с бесплатным Let's Encrypt по умолчанию. По платным сертификатам информацию ищите в сети. Я не буду ничего советовать и описывать процесс установки. Меня вполне устраивает Let's Encrypt или Cloudflare. Скажу лишь, что в случае с выпуском платного сертификата вам нужно будет подтверждать право владения доменом — так называемая DCV процедура. Там есть сложная схема верификации домена по DNS, когда нужно внести в ресурсные записи определенный текст, например, в txt. Есть совсем простая схема с верификацией по почте. Почта, правда, должна быть вида админ собака вашдомен.ру, но завести ее, прямо скажем, не очень сложно. Я вам, кстати, советую по меньшей мере админ завести по каждому домену и направить, например, в аккаунт Gmail. Делается это просто, но скринкасты у меня, по-моему, нет. Если не разберетесь самостоятельно, пишите в комментариях, сделаю. Ну и переходим к Cloudflare, как и обещал. Точнее, не переходим. Про Cloudflare мы будем говорить в следующем видео, как и про DDoS-атаки, сервис по анонимной регистрации доменов и даже немного про I2P-технологию, которую многие, возможно, ошибочно называют Darknet.